ну что друзья приветствую всех любителей такой скромный ламповые зимушки зимы и снежный у нас сейчас на момент записи ролика середина сентября идет да и на снег никакого намека нету наоборот лично сегодня 13 числа не знаю у кого как в наших широтах было довольно таки тепло футболочки походил так чутка но в нашей игре все будет далеко не так все будет иначе сейчас будет небольшая такая предыстория как я к этому всему пришел вы кто хочет чисто геймплейчик смотреть вы промотайте чутка вперед игру в целом не порекомендовали на стриме и я такой ага что-то они слышал да что-то кажется не слышал и кажется она мне понравилась там какую-то пару прохождений буквально видел почему бы не начать самому какое-то разнообразие внести вообще на канал а то одна европка да и тем более от этой литвы как-то и активность и подписчики просмотры вообще все загинается ужасно я об этом кстати нигде не говорил и возможно это даже незаметно но тем не менее скажу вкратце опыт игры в фрост панк это просто смешно смешно один часик я поиграл ну перед запись сюда посмотрел что если это вообще представляет все все тупенька будет миллиард миллионов миллиардов все понятно да если человек как бы не обижайтесь кому-то что-то не понравится и если у меня какие-то вопросы будут пожалуйста отвечать на это в комментариях так вот я как понимаю здесь есть основная сюжетная компания да и всякие сценарии ну собственно бесконечный режим что он пишется предлагаю вам начать чисто сюжетку начальную компанию да и уже посмотрим как вам зайдет не зайдет понравится не понравится будете смотреть не будете смотреть а видимо новый дом это называется что поехали так в целом я начальную заставочку пропустил там ничего такого интересного не говорится кроме того что мы челиксы из лондона вот мы бежали суда и вот мы нашли мега обогреватель какой-то не низинки так в целом новый да вот все это и пишется здесь здравствуйте так в целом наша группа добралась до генератора и будем осматриваться что вокруг у нас есть нам надо выжить итак борьба с холодом то генератор нужно чтобы работала накопайте уголь игра чисток может кто-то с ней незнаком как и я был до этого момента а игра в целом тоже есть в ней некоторые некие события по которым был бы неплохо следовать так вот в целом у нас сейчас 80 поселенцев один генератор нам для начала нужно надо быть где-нибудь угля а это сделать и так уж и сложно вот у нас есть рядышком что это такое они это древесина ссоре ссоре древесина вот что ли уголь до куча угля супер тупо максимум всех работяг сюда отправляем даже на парочку кучу угля все остальное у нас вроде как есть а уже у нас есть бездомная на бездомных я у меня есть опыт игры целый час я помню что нужно тратить деревесину поэтому и древесину подавать его разбирайте остальные обломки древесина дайте короче наверное то в целом можно все на свете и пособирать в том числе и сталь и ну да и сталь еще древесину хорошо вот наши работяги пошли пробираться сквозь сугробики тупо и идти до всяких ящиков их разбирать и нести нам на склад вот он склад а опа заданец осмотрим требуется рабочий кого у вас очень много работы достаточно рук рабочих привлечь к работе детей кого ссоре у нас нету сейчас детей в колонии dota ладно ладно тогда мы вместо вместо детей и дети у нас потом появится эти что-нибудь интересную по интересную вещицу куть посмотрим да есть у нас в игре такая механика как книга законов от которой у нас нас будут зависеть в общем-то наше общество как оно будет чрезвычайная смена вот у меня в тот раз когда тестил мне вот это выпало чтобы я ее подобрал целом на мы можем типа поставить скажем так мы же челиксы в основном играющий в европу и дикт на какую-нибудь штучку чтобы работяги работали 24 часа без отдыха давайте мы подпишем но в целом ее можно не использовать да да недовольство сразу поднялось а надежда упала все работяги натаскали нам куча угля ну что первый уровень мощности пух красиво теперь нам нужно запасы 200 сделать моя думаю мы быстро это сейчас выполним отлично вас холодом пожалуйста еда так построить кухню источник сырой пищи а это запросто мы сейчас сделаем это я все помню это я все знаю так домик охотника или теплицу строго говоря мы сейчас только домик охотника можем построить поэтому выбор нас невелик вот они палатки тоже очень полезные вещицы так еда видимо тут у нас будет пускай что это хижина охотника я построил ссоре да 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 ну и рядышком кухня раз уж куда зачем ходить далеко правильно так ну и хотелось бы еще обеспечить всех наших жителей работяг спальными местами чтобы они не не в снегу не в сугробе спали да хотя бы в палаточках временно убежище из тонкой ткани ну что поделаешь так одна эта штучка дает жилье на 10 человек нас 80 несложно почитать что нам нужно 8 таких этих зданец 1 2 3 все нету места так работяги отзываю вас от угля лишнего и подзываю вас к древесине все верно все верно ладно пятерик можно все-таки ведут на кучу угля и посмотрите какие нет дорожки красивые тупо вымощает к своему месту ну временной работы скажем так блин капец конечно графика в игре великолепно прекрасно это это еще средние настройки чтобы понимали средние да да огонечки тут с факелами видимо ходят просто огонь так можем еще парочку палаток сделать h h h у нас будет получать еще 1 10 нужно будет да просто если они будут спать тупо на земле в целом они будут болеть а по моему мега опыту размером 1 час игры я знаю то что лечить людей это очень затратно мест всегда не хватает абсолютно но в целом хорошо подсуетиться построить домики заранее так на кухне нужно работяка определить дам на кухню на кухню давай-ка от супе пятерик вам нужно на кухню работяг простите да опять штучек можно и как я понял люди тоже разделяются на вот типа есть рабочие есть инженеры это где-то пишется да 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 у нас 50 работяг 15 же ну до 15 инженеров а еще 15 детей у нас есть о извините а так я мог взять все-таки все-таки закон на работу детей чего не будет филонить правильно пускай тоже работают все паек едят которого у нас пока что нет вот и в целом я так понимаю это разделение по образованию то есть какой-нибудь мега инженер не может ой ну вернее может быть ученым работяга как раз ученостью не очень будет у него ну хорошо так источники основных ресурсов построить морозные чечу построить маяк а маяк это тоже знаю профессиональный игрок так не смотрите что сейчас поиграл 15 древесины 500 хорошо тогда следующим следующим день ком мы займемся древесины основном так и в охотничью хижину нужно кого-то определить допустим у нас две кучи угля обрабатывается не только одна реле древесины стальные блоки ой уже нам нужны новые поселенцы прикиньте не успели начать играть так тогда инженеры всякие челиксы пойдут сюда рожде охотники инженеры не могут быть ага понятно так full забиваем очень важно full забить охотничью хижину чтобы они хоть в теории могли успевать набирать сырую еду чтобы готовить так и нам все еще не хватает жилья жилья не хватает очень сильно ладно это все для завтрашнего дня хотя можно знаете как запросто я же нельзя не зря взял себе книгу книги и законах такую полезную вещичку как вот 24 часа недовольство повысится а это недовольство тогда плевать и надежда же не падает правильно она недовольство можно как бы и и и да чисто образованные инженеры пойдут нас сюда уже первые больные пошли вторые больные а кстати детям дети дети цветы жизни детский труд в целом каш как и у нас есть пути развития детские убежище что это такое то есть подразумевается в детском убежище надежда возрастет и постоянно бонус надежду нас будут высокие но дети никогда не будут работать они будут есть и они будут работать а еще не знаю в принципе дети могут во взрослых вырастать как бы на дне идет речь они там не годы не месяцы поэтому детский тур безопасной работы как был этот мальчик не знаю вроде мальчик очень счастлив поработать на блага колонии нашей надежда чуть упадет поэтому дайте идите вот теперь можно детей разбирать остальные обломки давайте так и самое время все таки построить себе что-то санитарный пункт 25 дерева очень красиво ну и что и что и что я говорю что нужно бездомных убрать полностью кстати обратите внимание тут у меня обучение все-таки проходит я пожалуй это уберу я профи я мега профи мне не нужно подсказывать я наиграл я всю жизнь положу чтобы играть в эту игру жили не надо меня учить отключить обучение до применить нам это не будет больше мешать так санитарный пункт нам нужны инженеры так товарищ инженеры 5 штучек можно от вас забрать хорошо спасибо отлично всем 22 больных на лечение отлично так еще парочку у нас как вы с теплом все нормально у нас пока минус 20 минус 20 это еще лайтово это еще считается что у нас все великолепно то есть тут разные уровни температур вот они все комфортно приемлемо прохладно и уже очень плохо все везде дам то есть максимум что я видел в игре это минус 40 у меня было причем очень скоро после начала игры я на этом моменте просто волосился меня постоянно были по 40 по 50 больных всякие колейки мертвые появлялись у меня да это я не наступлю свои грабли поэтому а больше палаточек мне пожалуйста а не граничит с улица я еще и улицу построю по красоте правильно так видим нас пока улица не будет строиться может нам кого-то освободить кучу гля а что у нас мастерскую нужно построить до мастерская это типа исследовательская древесина сталь принципе на все есть супер улицы и сына из где кого вот так вот давайте надеюсь это этим этим кто это мастерской не будет слишком холодно для того чтобы перестать работать а работники сами по себе строит улицу великолепно улицы нужны чтобы строить домики да так отправим работяг наверное на древесину еще дополнительно где они тут есть древесина все и после того как все эти кучки опустошаться нам придется исследовать и ставить что-то еще и до этого момента я не дошел к 100 так ну и видимо все в нашем светлом будущем больше не будет безработных безработных точно не будет но не будет бездомных все да и две палаточки ставим а по заданец и смотрим ну как события наверное некорректно звать заданец и так нет крыши над головой я как раз поставил две палаточки строится я обеспечу убежище для всех пожалуйста к широкой реки и вот у нас задание тут появилась как работяги не забывайте тут и работать строить всякое еще еще подожди мудрость толпы типа суть в том что необязательно выполнять все задания спасибо так можно вести новый закон какой закон мы хотим ввести вот эта вещица очень полезная но пока нам не нужна правда бойцовская арена что это в целом да я такую штучку строил у нас вроде как снижает по вечерам недовольство то давайте сделаем штучку эту поставим просто мне чего больше дел о древо технологий супер нам срочно нужно брать себе где эта штука маяк маяк суда так и сюда нужно инженеров набрать где нам инженеров то найти вот они до инженера тут работают разбирают ящики нормас пускай этим работяги занимается инженеры на полезные работы пойдут так обещание выполнено надежда растет не благодарите мои а счастливые поселенцы не благодарите так постройте бацовскую арену сейчас на изи сколько она чего 15 древесины как не граничит с улице видимо ее нужно строить в были поблизости от жилых домов и судя по всему да придется нам вокруг этой бойцовской арены выстраивать квартальчики дам на изи то дачу чушь тут а кстати чрезвычайная смена мастерская поразить подождите маяк мне пожалуйста строите и они по ничам вроде как не работают а мы можем поставить чтобы они работали по ночам на изи недовольство и как я как я понимаю недовольство намного проще снизить чем повысить надежду верно надеюсь так надежда еще растет но я просто ну профи в этой игре на и недовольство падает да 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 надейтесь на меня так нужно еще какой-нибудь древесину себе найти неужели с древесину же они вот у них у кучи давай работяги суда все навалились так у нас все больше и больше больных почему-то из интересно почему всего лишь минус 20 ну как-то грех жаловаться опа это что такое смерть от переутомления сердечный приступ первая смерть сейчас нас будут дома донимать похоронами как мы будем хранить людей до исследователь так усердно исследовал маяк воздушный шарик что погиб на работе выживание требует жертв в наивольство вырастет недовольство низкое так что давайте ну-ка то вообще блин капелюшечка а по две штучки у нас целых первая смерть книга законов кладбище ли или это пока мы не можем ничего выбрать пошло с кд идет до целый день и пять часов нам нужно ждать это мы еще с вами подумаем что выбрать так 1 инженер чеком и все-таки из древесины уберем так и это что такое разлученная семья хочет присоединиться к первой же поисковой группе да 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 присоединишься да да но все больных больше чем мест в палатах супер а где кстати как быстро найти себе вот это место для вот санитарный пункт вы как менее часа вот его потом положите ладно окей от маяк можно построить маяк супер имба маяк древесина стали нифига он дорогой кста раз правильно подожди я компактно это все размещая нужно быть таким компактным раз ну все красота так следующий чем мы будем изучать лично по моему мега опыту я буду напоминать вам о нем очень все печально с санитарными всякими нормами да вот конкретно улучшение санитарного пункта мне интересует охотничьи снаряжение пока нам не нужно нас едой все великолепно вот эту штучку пожалуй да вещь маяк сейчас построится сейчас мы посмотрим карту опа чуть такое ребенок ранен на рабочем месте ребенок не будет работать 24 часа надежды немножко вырастет на изи просто отдыхай уф работяги смотрите пилят что-то строят стругают красавчики маяк построен огонь о мега мега значится к сцена смотрим какая лепота красота боже мой так видимо на вот эти кружочки это означает то что это конкретно по заданиям так предлагаю вам этих исследователей разведчиков рабочие древесина так ожидает не понял так группу мне сюда супер а вы уже сформированы прям конкретно нет груза а это хотя не тут люди требуются чем смысл ну ладно так готовы к поискам огонь нам нужна победа не так-то уже пошли дам собирать всякие эти куча угля истощена у нас еще одна куча угля есть и не только ну-ка давайте чекнем у нас работает наша арена мега арена которому недавно построили так участвует в бою ада хилл и аса тут кто-то кто-то там тортон так ада у нас работает на кухне аса у нас работает тоже на кухне чисто кухонные подожди аса это мужчина ничего не понял ладно это это да чисто бороться будут с 18 и 30 до 23 30 они будут работать да так ну и тут зрители какие-то будут то что приходят челик сюда смотрят их снижение недовольство как прияток нам необходимо до улучшения санитарного пункта изучаем чё посражались они супер до 27 зрителей было непонятно вроде вроде все снизилось недовольство какое-то а вот 59 рядом живущих с борцов карины так нужды жителей значит избавление от трупов понял принял они так то могут от них заразиться или тип того так достигли цель пропавшая экспедиция наши разведчики так и чё там исследовать так мы входим в лагерь а и там челиксы слава богу у нас нашли мы скитались не напролет пока силы совсем не иссякли дубли мы умрем от голода но теперь-то не умрем взрослые дети окружает нас они готовы двигаться в путь сопроводить либо отправить выживший город в целом они могут по по дороге в мэреть они могут прийти но больными а мест для лечения их у нас нету нету поэтому давайте сопроводить выживших до города да по ресурсам более-менее вот не знаю по еде нас будет хватать не будет о это получается нужно будет еще и эти палаточки строить подожди сколько вас нужно наверное отсюда посмотреть 9 422 не сложным подсчетом я ставлю вердикт что их 35 нам нужно стоить 4 палаточки так надеюсь не похолодает я очень надеюсь а вокруг и этого мы не забываем пока и два этих улицы и все минус от древесина печально не смотрите какой у нас поселенница красивая становится вот не знаю как вам но мне прям очень нравится так чет нас хотят заботливая мать а мать отказался пускать значится на работу надежда немножко вырасти целом в целом нифига себе все дети работают а у тебя что не будет работать нифига заботливая какая все заботливые чисто один человечек у нас вы выйдет из работы на 24 часа а надежда вырастет важнее наверное все таки надежда недовольство плюс в смысле а холод пройдет похолодало о чем я говорил минус 40 привет так и чё и по температуре у нас все о да поэтому я тыкаю сюда форсаж чуть-чуть потеплело капелюшечку да но нам это вообще крайне не хватает поэтому что вы делаете санитарный пункт от отмена до отопления паровой центр кстати почему нас а так она от вот это первый уровень она на все сразу работает а я не знал этого так паровой центр пажа запилить о сталь нужна сталь больше не только сталь и сталь то у нас есть древесина так срочно древесину нужно все надо быть древесина но то в целом так работает очень холодно понимаю но с этим фассажем нужно кстати тоже быть аккуратнее потому что генератор может тупо взорваться и to be continued в общем так они вернулись 922 4 друзья на 100 114 человек у нас за 4 бездомных прекрасно так господа эти давайте вы в пещеры всякие отправились надеюсь там будут припас их припасы нам не повредят особенно древесина изучайте отопление можно отменить пожалуйста технологию отменить паровой центр то что нужно все давайте я надеюсь вы побыстрее то чуть такое а господа вернулись здравствуйте можно скипнуть да так люди из нашей группы воссоединение огонь мы будем искать других людей в целом где я я насколько насколько я помню я же профи мега а вот этот паровой отопитель он особо места не требует он просто рядом с дорогой строится где у нас жилой райончик вот он да поэтому можно запросто себе позволить позволить построить сюда пару палаток вот так вот запросто до 1 2 нам и 2 и нужно а греет сюда на перекрестке или так подальше чтобы это задевало у нас все будет покрывать правильно правильно были нужно было изначально не полностью так застраивать а чисто райончик сделать такой райончик который здесь будет обогреваться вокруг но я извините не мега профи все-таки еще интересно как у нас с едой будет пищевых окста как мы будем значится от трупов избавляться можно сделать избавление от трупов нет риска заражения там все понятно тела сохраняться для дальнейшего использования так яма надежда упадет недовольство усилится так кладбище чем отличая в чем отличие то лечиться надежда нет риска заражения так каждые похороны будут открыл отрывать кого-то от работы несколько часов нужно будет построить кладбище ну как бы отрывать от работы несколько часов я так думаю что это не сильно страшно просто видите вот тут уже если в эту половинку выберем то можем суда тут трансплантация органов кладбище похоронная церемония вы знаете в прошлый раз я выбирал избавление от трупов выберу я его и сейчас подписываем в целом а кстати недовольство наде ой надежда скакнула вниз сильно так снежная яма стоимость нет бесплатно причем нормально так не граничит с улицей давайте себе улицу сделаем такую кого скромную недовольство повысилась боже мой обморожением надо что делать вот как как не вовремя в закон от меня хотите только его использовал какие у нас есть приколы мы можем тупо сделать его калекой и как то от коллег скакать да а есть вещица поддержания жизни они будут есть как-то не сильно они будут это полезными но в теории мы сможем полностью вылечить я не знаю что лучше ладно нам же не сейчас это принимать правильно мы можем подождать папа паровой центр то что нужно так паровой центр 20 стали у нас в наличии так вот он наш этот райончик как-то мне может быть улицу чуть на единичку подальше построить чтобы она где-то вот тут стояла да хотя блин она вот так вот не вот так вот покрывать да и так построим да мы построим нормально нормально главное вот у нас свободные работяги кстати есть вот пускай они строят все супер посмотреть сразу снежочек расставил красиво красиво по температуре минус 40 в целом все нормально все нормально тут тут какой-то палатка очень холодная до средний риск заболеть ну извините очень печально мне за вас да и у нас куча больных и хи 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 и что-то голодные даже есть хотя у нас пищевые пайки в наличии мое вам предложение построить еще одну штучку охотничью хижину только не знаю стоит стоит ли именно сюда ставить и как тут про обогрев будет хотя и специальная технология обогрева рабочих мест вот ее сейчас мы изучим следующий раз так куча угля могу вас поздравить у нас осталось одна штучка ящика с древесиной одна единственная 35 древесины нормально и у нас дерево больше не будет нисколько огромное везение до огромное кстати вот они завидите уже форсаж на половинку через еще примерно такое же время у нас все будет печально интересно есть приключение не это нам не нужно если специальная какая-то карта которая бы показывала тебе через какое время будет а вот подожди температура повысится вот она карта то она повысится через в следующий день все еще будет холодно а через день сразу же будет хорошая температура ну великолепно есть форсажа к наш дотянет даже а я неужели не поставил избавление от трупов снежная они не поставил секундочку а блин куда бы и суд нам в принципе не на неважно какое она чё там да поэтому давайте вот так вот скромненько наверное вот так вот да а вот так вот в общем да стройте стройте нормально так full работягины всем заняты у нас все кипит бурлит больные с больными беда просто чудовищность то что у нас минус 40 и люди работают на таких очень холодных работа кстати а как вам идея взять и отменить и всем работу а чем они будут заниматься я не знаю но они перестанут так жестко болеть как вам такая идея целом нам только ну древесину давайте только ставим причем тут будут ладно работяги детей не будем дети цветы жизни правильно правильно все и кстати недовольство сразу упала а подожди это забоцовская арена наверно да она уже была не да да уже было в 57 поселить поселенцев подожди рядом с ним но надо оба челиксы достигли так исследуйте еще поселенцы огонь так так из пещеры расположены выше по склону доносились испуганные крики когда мы подобрались ближе нам пригодили проход несколько белых медведей люди оказались ловушки и звери пожирает их одного за другим рискнуть и напасть на медведей как вы думаете они во мрут наши эти хотя если во мрут то им замену придется 4 19 12 как бы какая разница рискуем рискуем так нужно было помочь выжившим наши разведчики на поле медведей и все присоединились к нам круто так и что это значит у вас типа в инвентаре и они теперь да правильно понимаю смысле сопровождает выживших а автоматически понял принял так но с форсажем очень все печально нужно дать остыть нашему этому блин исследовать бы исследовать бы блин нужно ну просто следить нужно когда будет похолодания и вовремя исследовать кстати книга закона в чем мы хотели а насчет коллег в целом если ты лечишь таким радикальным лечением обморожение то процент 30 только процентов то чай черек станет коллегой но тут есть какая-то трансплантация органов это что спасти жизнь и ускорить выздоровление больные поправляются быстрее блин а нам и еда кстати очень сильно нужно ладно давайте давайте радикальное лечение сделаем да я опять же не знаю я ошибаюсь не ошибаюсь вы пишите в комментах там что что лучше что важнее радикальное лечение суда надежда плюс недовольство плюс эти ссори а куда вы пошли это чего делаете он просто пропал что пошли в скалу пропали ну ладно они были недовольны нашим видимо решением про радикальное лечение так двойные пайки для детей работающие дети будут получать двойные подки пайки нет спасибо у нас с едой все печально не надо почему кстати реально очень все плохо с едой у блин так и да нам теперь больниц не хватает что я и говорил так чем и улучшение санитарного пункта а кстати очень полезная вещица санитарный где у нас санитарный пункт как его найти там по пять человек работает да вот опять человек пять пациентов два дня экспедиция вернулась новые поселенцы еще нужно строить больше домиков огонь и так что мы хотим теплица о полезнейшая вещь подожди нам не хватает стали 30 еды сырой в день учитывая то что нам скоро потеплее кстати вы какие-то вещички тут 1 в этом я ничего не понимаю давайте теплицу сделаем но нам стали нужно себе набрать нам двойка сюда работяг отправим и да и у нас прямо сейчас на глазах потерялась в полностью древесина как ее теперь получать не знаю видимо в этим штучкам бегать так 22 часа до прибытия 15 иди сюда надеюсь там будут все-таки ресурсы они лишние новые люди технология нам все-таки она нужна эта сталь помню помню все-таки 24 часа сделаем недовольство повышается но извините извините так хорошо теплицу энч начинаем мы я пожалуй и 24 часа поставлю в мастерской недовольство вообще до половинки доползло понял даже а если отсюда уберу а мы не можем убрать ну так и книга законов новые законы можно выбрать есть суп и пищевые добавки я помню что выбирал суп вместо полноценных блюд мы будем готовить суп надежда уменьшится недовольство усилится поедание супа вызовет недовольство понял а добавки так уменьшится надежда недовольство люди питающиеся пилки могут заболеть вот это нам не нужно заболеть не нужно тогда суп почему как какое молодец все правильно выбирал когда играл так охотничья хижина кухня кухня вот она автоматически выбралась суп вот эти из 2 еды 5 пайков тут из 2 еды 4 пайка что не так выгодно в общем а 0 еды а привет привет так отказ работать недовольство вырастет недовольство вырастет что немного вырастет и просто вырастет пускай немного вырастет ладно здесь все-таки может чуть-чуть не поработать раз такие у нас недовольство сильные а что дед смотрите 32 больных 32 кажись я зафейлил компанию прикиньте да так у нас первый коллега появился первая ампутация так челиксы ожидают древесина и да то что нужно то что нужно так мы получаем 148 леса и 45 еды и лес нам нужен и да нам нужно огонь челиксы идите домой в целом вы можете и так но восемь часов до дома пожалуйста успейте нас нет еды как хижины до этих охотников хоть работают ну работают но так себе до кухня работы недовольство снижается а из то что потеплело огонь тогда я это форсаж он уже убран да ну супер но супер а это если отключу холодно не холодно это не нужно холодно пускай будет тепло так пайков у нас очень все печально с ними очень печально спай кайфа все съели ну и до свидули о теплица а и моя ты значит сородненькая теплица паровые ядра это некий так я понимаю что редкий ресурс который нужно тратить с умом 30 еды в день давайте построим я не знаю нужно капец огромное я не знаю нужно ли тут именно тепло тепло давайте как давайте мы построим это древесина отдельно отдельно да как-нибудь вот тут дорожку построим и если чё из изучим технологию какую технологию технологию отопления обогревать ли чисто чтобы рабочее место робило смысле генератор отключается у нас уголь кончился в общем дело так это я не не проследил так 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 господам срочно на на уголь все на уголь до решил оставить их пожалеть чтобы они не мерзли больше такого не будет никогда выходите на работу все все пошел уголь все работы работы все фухар а то я думаю что то и этот форсаж начал остывать все так хорошо прекрасно это уголь кончился в общем дело понял так и нам притащили еду красавчики красавчики сразу наш началась готовка но типа все равно меньше менее дня у нас запас еды так это что такое испуганный пациент а я помню это событие отрезаем ногу без проблемисов так товарищи товарищи вы я так понимаю пойдете сюда надежно убежище в поисках других нам поселенцы не нужны поэтому давайте обсерватория обсерватория мы в ней виден дым тоже шли поселенцы но нам бы ресурсов то какие поселенцы ландовая посевраторию пойдешь так один человек погиб извините пожалуйста у нас очень все печально с медициной ну тогда что поделаешь кстати можно еще одну митинскую эту штучку но у нас по технологиям чисто ради интереса едой здоровья теплица то есть ближайшие какое-то ну допустим новое здание на на медицину нас очень не скоро правильно понимаю видимо да я ни одного здания не вижу поэтому строим новые больницы тридцать два больных подскажите как их вылечить я не знаю я не все врут видимо так думаю для больницы сто процентов нужно тепло поэтому рядышком тут построим когда дети не могут строить печально обогревателем так а я тут эту построил дорожку и я хотел я уже забыл теплицу до до теплицу и красиво так это что паровые ядра мы только что привык пользуя паровое ядро правые ядра необходимы составляющие особо сложных технологий производить первые ядра в городе нельзя строится лишь надеяться что разведчики будут их есть в ходе педиций я так и понял спасибо 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 кстати скоро будет похолодание через несколько дней на на один уровень будет то сказать минус 40 можем и так нужно больше больничных коек я построю санитарный пункт я как раз этим сейчас и занимался если вы не заметили и удобные задания вы поглядите а эти подожди у нас бездомные есть я щит проследил ой не ну смысле не проследил что такое еда сверхурочную работу чрезвычайные смены дополнительно будет расходиться продовольствие не надо нет так что мы изучим ресурсы нам необходимо нам с едой ум и вроде как чем могли исследовали что такое лесопилка позволяет строить лесопилки 80 древесины за обычный день супер стали литейный завод так угледобытчик быстрый сбор но это нам уже поздно видимо до шахта а что на какие там те ресурсы нужны уголь в принципе может закончиться быстро да хотя его так если посмотреть довольно много пока что мы на по поводу угля не будем переживать может больше разведчиков или улучшение генератора дать улучшение генераторов у нас скоро будет минус 40 то что нужно чаще это чем я думаю так адаптация новые законы что она есть что-нибудь такое прям детский труд любые работы пускай пока отдыхают так подожди двойные паки для больных это что можно выдавать больным так вы двойные пайки чтобы ускорить выздоровление кстати ускорение выздоровление туши нужно а это что это можно их закидывать побольше да в этим используя допоместимости будет взять недовольство немного усилиться на хорошо делать давай это подпишем недовольство чуть-чуть повысилась да теперь десяточку огонь то есть у нас будет и сейчас еще построиться дай понимаю и будет 20 а так это уже не так уж и страшно тупо на полу будет складываться у нас эти челиксы очень печально за них так отсюда минус 5 инженеров и суда а инженера вроде как врачи так обещание медицинской помощи выполнен надежда растет но это самое главное же верно верно но все все какие-то митинги что еще такой крик какой-то они они сражаются типа не болеют так как это имя читается дороти которая работает на кучу угля против джеймса который работает тоже на кучу для как-то нам везет что они на одной и той же работе ксенеры полюбасу что-то делят между собой так а кстати теплицу дети вы можете на теплице работать то что нужно блин так а что по теплу в теплице нормально но она может работать низкий вес заболеть прохладно ну дети и болеете ладно договорились может 24 часа им двануть недовольство с и так высокой вроде как не будем а бездомные точно я про них еще забыл извините ребята извините так работяги строите новые квартальщики новые больные извините не болеете я вас очень прошу капец они быстро болеют откуда какое-то и плохое место и какой-то их отправил не вроде все нормально все четко этих бездомных нет я там видела есть улучшения для этих палаток антипов бараки превращаются да не знаю насколько полезная вещь ну да на она есть все-таки поставим 24 часа тут работа да ну извините извините дети будут работать 24 часа в сутки ну 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 а что но что так надеюсь да и с едой у нас будет повеселить три штучки в день в принципе если охотничьи хижинки они как используются только ночью и так но очень ограничено то теплицы они работают если 24 часа вообще постоянно так что вы обсерваторию пришли выживший боже мой так что это солнце затухает я выясняю лор игры почему так холодно стало затухло солнце вау так и чё и чё и чё 418 12 еще выживший боже мой нас нету и столько еды куда куда план сопровождаемых до дому раз уж у нас нет выбора тем более с теплица такая великолепная появилась да но просто огонь и генератор усилился так пока мы на единичку подожди не на единичку мы пока что да наверное даже если так нажму нет все таки давай-ка давай к этой на единичку уж работать да не вишок все красное было вокруг а такое да нормас так и нужно какое-то новое исследование что-то не успеваю за всем этим всем следить вы меня поймите охотничье сооружение кстати еще плюс еда мое почтение еще и думаю любим это что такое отчаящаяся женщина где сделать исключение и похоронить его много вырастить недовольство или надежда немного упадет пускай и ну надежда это неприятно но недовольство она очень высокая так непригодная пища чего медицинские учреждения переполнен плохая медицина и извините хотите тупо в мрать я думаю что нет поэтому в общем как как получается у нас есть специальная вкладка экономики куча угля что это что такое приготовление пищи кухни теплица дневная добыча 72 продовольствие плюс 102 очень весело так обломки начинают истощаться и скоро вообще ничего не будет по идее нам так экспедиция вернулась супер еще бездомные еще больше бездомных красота красота палаточки так сейчас как-нибудь улице по-хитрому сейчас как-нибудь вот сюда проведу улицу да вот так вот просто минимально чтобы потратить древесина это все дело ну и красота так все-таки нам нужно построить больные нам нужно я сейчас чисто посмотрю что-то чтобы лес получать леса пилка позволить строительство пилки из замерзших деревьев простите это так работает как теплица то есть ты построил и она сама по себе производит или что-то для этого нужно просто я вот вижу например месторождение угля то есть угольная шахта будет только на них работать правильно а всяких этих сухих деревьев замерзших я не они есть вот деревья деревья замерзшие да есть одна лесопилка нужна это факт так все домики построились хорошо так бы с больными все еще беда неужели нам придется еще строить санитарные пункты потому что ну как-то ну не серьезно господа еще голод нет нас голодных не должно быть так это что благодарственная записка это я это я помню надежда плюс так человек кстати отдыхает я что-то забыл про них идите в убежище по заданию этому по сюжету наверное проще назвать да и правильней так и вот у нас кухня такое предложение чтобы работало 24 часа как вам такая идея давайте хотя скоро уже день я кстати а в какое время и начинает работать 8 вообще время 8 ну в общем то как их как будто не было по калифиса 8 рабочий день сколько там не знаю сколько не заканчивает в 16 отбой ну да рабочий день обычный 8 часиков охотничьи и сражение еще плюс еда так книга законов еще чего не давайте сделаем себе вот что такое допустим вот пабы посетители используют меньше не испытывают меньше недовольство надежда вырастет значит построить пап интересно что они будут пить и где-нибудь растить всякие эти хмели и вся и ну и такое закон о дуэлях недовольство снизится навсегда что а что значит строчка недовольство снизится навсегда по навсегда будет 0 и каждая спонтанная дуэль будет слегка уменьшать недовольство но люди будут на них погибать отличный закон вам так не кажется давайте чисто дуэли будет у нас разрешены законом и так чё я хотел лесопилку вроде как хотел на или радиус генератора все-таки у нас скоро у холодрыга и жестко будет да хотя а как мы еще древесину будем на древесину давайте древесину так и нам бы неплохо построить новых зданий потому что у нас до поселенцев чудовищное количество безработных в том числе да и что с ними делать даже не знаю ну кстати 1830 видимо да до 1830 неров подожди а ну да все-таки 10 часов они работают да не 8 так срочно нужно лечение что а протест а а санитарный пункт хотите ну давайте еще один ладно соглашусь нужно еще один санитарный пункт древесина 25 вы чё офигели нет ладно это так спросил вот не знаю вот эту часть частичка которая заходит она считается что типа она будет отопленная нет хотя давайте мы не будем сюда ничего тратить а вот просто суда поставим вот к нему как раз место хорошее вот и если чего отопление на рабочее место типа так вот будем делать угли четыре дня ой уголь боюсь угля опять не хватит а у нас уже будет не будет этих запас их запасов сдали же вот этих вот поэтому нам и не только лесопилку нужно исследовать а и угольные всякие шахты не знаю угольная шахта начать добычу она бесконечная или нет его хватит надолго ну наверное подразумевается что бесконечная так надежда растет супер новые обращайтесь так теперь у нас будет до 9 все еще больные есть боже мой а эти больные они же если их не лечить они станут видимо тяжелыми больными и станут коллегами в итоге да что неприятно вообще неприятно посмотрите у нас хотя как в город получается что в одну сторону растет да не как по кружку там должно быть по идее да а вот так в одну сторону этому поправим это ничего страшного и да коллег у нас дай боже каждую секунду возрастает 12 уже все еще не знаю что с ними делать в еще поселенцы да они подожди древесины пищевой пайки и ядра нету нету так тропа ведет другой город вкратце мы наткнулись на еще одно убежище как у нас почему бы не забрать отсюда ресурсы вопрос да и еда причем есть хоть хорошая паровое ядро конечно очень приятно я не знаю паровые ядра еще же нужно не только на теплице требуется до стальной мост наш город но в принципе недалеко ладно пошли домой пошли домой все-таки хотела уже 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 за подожди кто получается если сейчас сегодня то завтра будет дальше и сейчас сегодня это логика железная так будет до минус 40 а потом температура повысится снова до через ну два дня получается так лесопилка как она работает давайте протестим ресурсы лесопилка а вот вот она так и работает да вопрос вопрос кстати очень удобно так получается эти ну коряги они чё они пропадут и придется лесопилку ломать верно понимаю вот не знаю ну ладно давайте построим и можно улицу до проложить только нам древесина не хватит прикольно и чё делать дожди орели что нам делать они же могут не по улице тупо пробираться сквозь снега правильно да нам не хватит на улицу давайте так товарищи поселенцы давайте вы на ну соберете себе древесины вот вот здесь и уже спокойненько мы достроим улицу как раз которые требуют древесины так ну и технология улучшение лесопилки что это повышающие эффективность паровых лесопилок и паровых лесопилок эффективность плюс давайте генерат а у нас нету древесины ссоре ладно лесопилки так лесопилки вот кто это такие подожди что это за монахи тупо идут кто это охотниче а это охотники типа уходили вот что это такое понял так рабочие сюда куча работяг у нас безработных к сожалению чуть такое меньше вреда челикс утверждает то что он мега хирург военный ну типа он может не работать и надежды вырастет у нас куча безработных людей разумеется если ты даже теории что-то может на можешь нам хорошее сделать пожалуйста о все куча еды терю 2 всего два дня поняла принял так ну и самое время на тот самый стальной мост отправиться вы не находите давайте день и 8 часов а могли за сколько за 13 что ли добежать ну что ну и что так улучшение лесопилки готова довольно кстати быстро так быстрый сбор это уже бесполезно нам барак я боюсь шутить и говорить обама но подожди что это такое это стоимость постройки и так правильно понимаю чё это защищает не погода она будет больше тепла типа сохранить правильно понял скоро у нас холодно будет и радиус тоже хорошая вещица генератор потребляет вдвое больше угля нет угля с углем у нас все печально поэтому давайте бараки а мы улицу можно достроить к 100 раз и недовольство падает бойцовская арена какая-то чудная просто кого-то ранее на дуэли ай блин и они штука умирать будет а еще и ранить и раниться будут их лечить нужно будет не но у нас так то более-менее больницы работают когда я играл мне было все намного хуже виде все видимо этот закон на 10 человек где это радикали лечения переполнения законы переполнения это просто имба они закон если будете играть знаете такое вам открытие наверное сделал на какой нас красивый городочек а огоньки такие и кстати вот вот похолодание будет да сейчас посмотрим на температуру что у нас будет с ней всех похолодание жесткая минус 40 ага надеюсь мы я не 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 увижу что такое минус 50 и 60 так смотрим на температуру на карту температуру в принципе во всех этих прохладно и низкий риск заболеть у всего так и некоторые постройки не могут работать например вот это но это мы сейчас поправим 1 1 так колесопилка работать может ну и супер но и супер они поселенцы просто чаще будут болеть это очень печально но кстати с этого угля было бы неплохо их забрать правда проследить за углем нужно было бы хорошенько но тут как получится о законы новые так сортировка больных звучит как как что-то хайповая нет это не пока не сильно нам нужно продленная смена продлить рабочий день в любом здании до 14 недовольство недовольство но не пап это я помню детский труд на любых работах у нас куча безработных пока не надо больны поправляются быстрее и учитывая то что у нас будет они чаще болеть судя по всему да из-за холода эта вещь полезная интересно можно будет что-то с коллегами интересное придумать ну трансплантацию органов все дела типа а протезы там вот всякое такое сейчас придумается да причем смотрите у нас в поселении всего два человечка умерла по-моему это отличная статистика как вам так не кажется не и вы смотрите у нас больные пропали полностью вот это вот это ему в гений в общем-то поработала над этим меньше ампутации что это он добился результатов о помните да и тот самый инженеришка супер число ампутации должно сократиться вдвое но учитывая то что шанс от ампутации при тяжело больном человеке 30 будет 15 правильно понимаю по моему вы великолепно и с едой все великолепно ой какая красота так бараки людей и ночного холода будет дефать посмотрим вот допустим дальний какой нить этот палатка и и можно улучшить демонтировать нельзя не понял барак а можно 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 так и нужно будет древесина и сталь это 10 трясин тут 20 ну вроде но прохладно да но будь повеселей тогда от этого ладно давайте мы можем все это позволить а пока они бездомными становится нифига так у нас куча безработных поэтому они будут заниматься стройками я надеюсь лично ухо 3 деке бараки тупо высотки строим их так технологии нам интересно то бы вот это похолодание минус 40 мы отлично мне кажется встречаем вообще без проблеме со в так и радио генератор мы можем все улучшить радиус отлично последимый ну конечно да уголь у нас будет тратиться что ты об этом подзабыл товарищ лесопилка ты еще не там приносишь вообще 1600 древесины на вот это вот да это солидно солидно можно в экономике посмотреть так древесина лесопилка дневная добыча плюс 100 ладно не зря построил кстати паровые ядра нам и я знаю то что и пока что пока что я понимаю то что паровые ядра можно поставить в теплицу что-то мне припоминается когда-то я видел есть какие-то мега шагоходы которым тоже паровые ядра нужны я не знаю что они делают я почему-то такие как где-то помню когда-то так что это автоматон вот он шагоход в общем-то я привет чистит мост мост от снега так и кто это работающий автоматон мы ставились на краю глубокого широкого ущелья и земляясь проложенному через него стальному мосту в общем еще больше мы изумились огромному автоматону который сметал снег с дороги машину можно было отправить наш город и разобрать на ресурсы естественно отправили город я не знаю что он делает но мы че это а ну не страшно так большая колонна либо вот метеостанции 1613 палатки поднимается дым это поселенцы метеостанция вот тут не факт что будут люди поселенцы поэтому можем туда пойти так ждем автоматона что он делает я пока не знаю это что такое заброшенный мост а это чисто лор я понимаю ну супер по немного падает надежда или подает падает чуть-чуть падает до третишь всего шесть больных у нас уже четыре так у нас можем вообще эпидемию какую угодно хоть и коронавирус пережить что угодно супер 30 больничных коечек а вот они все болеть начинает пошла болезнь пошла ночью минус 40 холодно средний рейс заболеть тут все великолепно кстати вот она приемлемо в бараках все великолепно бараках не страшно поэтому давайте дождемся дня и по максимуму улучшим все тогда нам необходимо будет знать еще радио генератор это великолепно нам бы хотелось взять взять и начать добывать сталь потому что она нас никак сейчас не добывается абсолютно никак вот а так будет так будет капец а столько больных только я сказал что все великолепно с больными уже все не не великолепно ни капельки и угля очень сильно много расходуются у блин а ну скоро потепление будет завтра же да понял так мы достигли метеостанции уголь паровое ядро никого нет там ну как я и надеялся что нам дадут кстати автоматом я так подозреваю что может исследовать что-то вместо разведчиков ладно я я не знаю так уголь правые ядра смотрим так метеостанцию покинули забрать ресурсы хорошо так предлагаю чё пойти сюда и до дому довести ресурсы и тем более по тепле хотя и тут снова похолодание боже мой как температура скачет вверх них еще надежда падает ну спасибо спасибо разрабам за то что в сюжетке сделали такие значится события так радиус генератора а теперь он заметно повыше до заметно повыше температура не от нас температура особо ничего не случилось ну печально дерево технологии так угледобытчик стали литейный завод что нужно для этого добывать железную руду из подземных месторождений подземное месторождение звучит что-то что бесконечно и ни к чему не привязана супер давайте начинаем но видимо здесь и нужны будут правые ядра хорошо что я не потратил это на теплицу лишнюю блин гений за рулем извините за нескромность так книга законов можно принять закон так есть дома опеки тяжело больные и коллеги будут задешево содержаться специальных домах так тяжело больные не будут занимать место санитарных пунктах обитатели домов опеки получает половинный паёк надежда повышается дом опеки так сортировка больных это посмотрел там что-то жесткое органические удобрения какая великолепная картиночка можно пускать трупы на удобрения в теплицах надежда упадет недовольство повысится но нам пока не нужно у нас все великолепно пока что с едой слава богу продлённая смена давайте в пап одни плюсы только нужно будет один минус построить его вот и все нормально но минус недовольство как приятно кстати как вам идея начать около дня нет все таки наверно плохо переходить с таких пайков на обычный нормально по что недовольство не чуть повышают да и она у нас и так невысокая какая разница а повысилась подожди резко повысилась нифига что случилось холод дома ну у всех холод дома извините ну ладно сейчас потепление будет вы офигеете все будет замечательно все огонь огонь недовольство минус супер так если сейчас подожди у нас он на первой мощности работа я мог просто повысить мощность только что да и они бы не болели так жестко великолепно но так в целом друзья по моему для первой ознакомительной серии это этого вполне хватит так что у нас кстати почти почти до достигли мест назначения наши значит разведчики ну а пока друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и жмите колокольчик в общем-то давайте свой отзыв вообще как вам игра нравится не нравится какие-то свои советы на и ответы на мои вопросы ну и в целом то все сказать больше нечего всем спасибо что были всем спасибо что смотрели как-то так